Ой, так приятно, когда солнышко светит. Так здорово, прямо классно. Ну вот, взяла все, что нужно, что захотелось, что понравилось. Ну, дома покажу вам, что взяла. Хочу вам сказать, начинка вполне даже очень, даже ничего. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Не говорю доброе утро, потому что утро доброе, конечно, но уже не совсем утро. Уже так немножечко дело к обеду идет. Я вчера вечером приехала к дочке, привезла посылочку. Посылочку Василек. И сегодня с утра проснулась, и мне, как всегда, не терпится ее распаковать. И, в общем, видите, я чуть-чуть подкрасилась, немножко заколола, правда. Но я думаю, так неплохо, да, можно оставить. Вот, в общем, сняла уже Василек. Сейчас буду заниматься монтажом, чтобы быстрее смонтировать, и чтобы вы увидели, что я там заказала, какие костюмчики. Такие костюмчики заказала спортивного типа, но такие вот симпатичные, в общем, и один костюм вообще такой весь прямо красивый. Вот, ну, в общем, посмотрите Василек, заходите туда, посмотрите, увидите, что у меня за обновочки появились. Что еще я вам хочу сказать, девочки? Ну, в общем, у дочки я была два дня, и два дня ничего не снимала. И, вы знаете, мне так понравилось, я думаю, что вот это нужно уже практиковать, наверное, потому что, ну, во-первых, что я у дочки делаю? Кто-то пишет, валяюсь на диване и смотрю телевизор. Ну, на самом деле нет. Я на диване лежу и смотрю телевизор уже тогда, когда я уже все сделаю, что я задумаю сделать. Но, когда я прихожу к дочке, я там что-то увидела, мне захотелось там что-то убрать, прибрать, что-то там в стирку, белье закинуть. Ну, готовить я не готовила на этот раз. Дочка мне сварила зеленый борщ, и он очень вкусный получился, удачный, мне понравился. Ну, я просто, честно говоря, уже одно и то же снимать у дочки не хочу. Показывать, как я делаю уборку, например, начинаете ее хейтить и говорить, что вот она не убирает. Она убирает, при том, что робот-пылесос у нее там ездит, убирает даже. Все. Ну, если я вот хочу, я же не могу два дня просто лежать. Это не по мне. Я с утра, когда просыпаюсь, я кофе выпиваю, и у меня начинается бодряк, и мне хочется что-то делать. Я сама себе нахожу какую-нибудь работу, понимаете. Она меня ни о чем не просит. Ну, и не запрещает. Она говорит, мам, что хочешь, то и делай. Не хочешь, ничего не делай. Ну, прекрасно. Я сама себе придумаю, что мне делать, а что мне не делать. Ну, а Дэню снимать я тоже не хочу, потому что я не люблю, когда начинают критиковать ребенка, что-то. Кстати, хочу вам сказать, он прекрасно разговаривает, разговаривает предложениями, он любит поговорить, он говорит, что он хочет, что он не хочет. Он когда играет, сидит там, что-то перебирает, что-то там рассказывает. Ну, в общем, прекрасно человек разговаривает, но все равно находятся какие-то умники, которые начинают говорить, что нужно, как ему разговаривать, как не нужно, а что так, а что не так. В общем, я не хочу давать повод лишний раз для того, чтобы там что-то рассказывали, что-то умничали. В общем, поэтому я и не снимаю. Да, еще и потому, что мне тоже нужны выходные. В общем, я когда к дочке приезжаю, ей нужны выходные. От дома, от ребенка, от, в общем, этих, может быть, съемок, хотя она там по дороге тоже все равно что-то снимает. Ну, по крайней мере, когда я у нее нахожусь, она что-то там снимает, что я буду снимать одно и то же. Правильно? Правильно. Поэтому я уже даже не беру с собой ноутбук, я даже не хочу там ни снимать, ни сниматься, я просто два дня хочу отдохнуть, в общем-то, от этих всяких съемок. Ну, а когда я приезжаю домой, я начинаю думать, так, мне нужно снять это, снять это до выходных, чтобы я все это могла сделать, снять, сходить куда что нужно, снять, смонтировать, выложить вам и так далее и прочее. В общем, я распределила свое время, считаю так. Я, кстати, вот сейчас пока чуть-чуть подкрашенная, и вроде бы ничего так выгляжу, да, но кто-то все равно написал, где ваши губы, что у вас там за мешки под глазами, вообще вы за собой не следите и выглядите ужасно, девочки. Мне 56 лет, через два месяца будет 57. Я думаю, что я выгляжу очень даже неплохо на свой возраст, а краситься я часто не хочу, потому что у меня болят глаза. Вот я сейчас пока занималась съемками, вот буквально два часа где-то прошло, и мне уже прямо не терпится смыть себя все, потому что, ну, дискомфорт у меня в глазах. Ну, что поделаешь, вот такая я. Так что я решила вот сейчас включить камеру, пока я еще не умылась, пока вы можете меня лицезреть в более-менее таком приличном виде, да, а потом я умоюсь и буду выглядеть уже так вот не совсем прилично. Ну, какая есть, как хожу. Я же снимаю влоги, правильно? Влоги – это моя жизнь. То есть я вот целый день хожу, я там что-то раз сняла, что-то раз подсняла, и я не могу целый день ходить накрашенной. Я какая хожу, вот умытая, такая и хожу, вот и все. Иногда бывает чуть-чуть там губки обрисую, а бывает и нет. Я что-то разговаривалась, да, по-моему, я пока вот это два дня не снимала ничего, и, наверное, соскучилась по болталочке с вами, да, и вот и прямо хочется что-то вам сказать, рассказать. В общем, девочки, сегодня влог я начинаю, завтра я его планирую закончить, уже вечером, наверное, поздно, и, как я обещала, 21-го будут итоги конкурса, и как раз вот этот влог я планирую выпустить 21-го, чтобы уже в конце этого влога объявить вам о победителях, кто будет победителем. Так, ну все, вроде сказала, что хотела, голову немножко освободила. Кстати, о погоде. У меня уже прямо стал такой ритуал выглядывать в окно вместе с вами и смотреть, что у нас за погода. В общем, девочки, у нас сейчас минусовая температура, но днем до минус 11 будет на этой неделе, а ночью до минус 20 будет даже доходить. Но сейчас мороз вроде бы не сильный, слабенький, но самое главное, что штиль, девочки, нету ветра. Вот что самое главное. Когда нету ветра, тогда волк на улице классный. Ну давайте посмотрим. Ну, наконец-то градусник у меня показывает хоть какой-то минус. Минус 2 показывает. Я уже думала, что он просто зациклился на плюсовой температуре. Давайте откроем окно и выглянем в окошко. Ой, как классно. Вообще ветерка нету. Мороз и солнце. День чудесный. В общем, вчера намело снега, но, так сказать, не очень сильно уж много. Где-то, конечно, машины буксуют. Вот там я вижу небольшие сугробы. Но ничего, дороги убираются, уберутся, все будет хорошо. А то, что вот солнышко выглядывает, это прям очень здорово, приятно. Ну вот такая погодка у нас сейчас. Ну вот такая погодочка, девочки, у нас. Вот вы знаете, мы живем в южном регионе. И для меня вот такой вот мороз, это для меня уже холодно. Я не знаю, я бы, наверное, на севере не смогла бы жить. Вот, ну, а кому-то на севере нормально, минус 30, минус 40 людей. Ну, где я родился, там и сгодился, как говорится. Люди вот привыкли в морозе с детства, да, и там они нормально. Вот это их климат. А вот для меня вот такой вот климат, как в Ростове, вот он меня устраивает. То есть морозы, они у нас держатся недолго. У нас уже к следующим выходным будет плюс один. То есть неделя морозов и все. Ну, не знаю, еще впереди, конечно, февраль. Февраль тоже может дать жару. Ну, обычно у нас сильный мороз, он долго не держится. Я помню, когда я училась еще в школе, у нас, если было на улице минус 20, то нас освобождали от уроков в школе. Школу закрывали, сидели мы дома, вот пока немножечко не потеплеет. А есть люди, у кого минус 20, это прямо тепло. Ну, вот так вот люди, все по-разному привыкли как-то жить, да. Еще, девчата, хочу поделиться с вами. Я вчера посмотрела документальный фильм «Три серии». «Восхождение», «Ген высоты» называется. Документальный фильм – это телепроект. «Ген высоты» или «Где вход на Аверист». Это вот ведущий и вообще, по-моему, автор, мне кажется, Валдис Пельш. И там три серии. Но, по крайней мере, вы знаете, я последнее время что-то улеклась вот этими видосиками на тему Эвереста и вообще восхождения на 8-тысячники, на 7-тысячники, на высокие вот эти вот наши вершины. И как люди, вот самое главное, преодолевают вообще эти трудности. Вообще, на самом деле, я, конечно, мне трудно понять, такой я домоседливый человек, что людьми движет рисковать своей жизнью, здоровью для того, чтобы вот все-таки идти туда, в восхождении вот эти вот на такие высокие горы, где не хватает кислорода, организм по-другому работает, много очень людей там погибает. Но, тем не менее, вот кого-то туда тянет, в горы на высоту люди идут. И, в общем-то, я с восхищением, честно говоря, смотрю такие видео. Но и вот вчера, который документальный фильм я посмотрела, вот эти все три серии, и, честно говоря, там, конечно, все подробно сняли состояние, насколько оно меняется, организма вот с этими подъемами такими, какая там длительная идет подготовка. Ну, честно говоря, вызывает восторг. Я не знаю, может быть, не всем это интересна тема. Я тоже ее не интересовалась, но просто как-то случайно попала на видео такое, посмотрела одно, потом что-то другое, третье. И вот мне как-то это все понравилось. Ну, вот это вот, конечно, финал, завершение, то, что я посмотрела вчера. И у меня такое, знаете, остался такой вот осадок. Думаю, боже мой, как мы, люди, вот тут в повседневной жизни суетимся, копошимся. И вот там где-то что-то заболело, что-то там прихватило, мы уже охаем, ахаем. Ну, там совсем по-другому. Людей начинает все болеть. Они не хватают кислорода, задыхаются все. И после просмотра этого видео, думаю, боже мой, это люди туда идут для того, чтобы, знаете, вот преодолеть свои страхи, почувствовать, на что они способны, вот свои силы проверить. И, конечно же, да, вот эти вот мелкие, вот такие вот мелкие, там где-то приболело, там приболело, но это уже вообще ничто по сравнению с тем, что люди переживают именно там. Ну, для меня это видео лично было полезным. Поэтому вот если хотите, советую посмотреть, по крайней мере, интересно, увлекательно. Из новых сериалов пока еще ничего не смотрела. Ну, в общем, выходные дни, когда я нахожусь с Дэней, в основном мы смотрим там мультики или детские какие-то фильмы. В общем, обычно, иногда бывает, он идет в другую комнату и там включает свои мультики. Я тогда могу переключить телек на что-то свое. Ну, такие длительные сериалы я там не включаю, потому что я все время отвлекаюсь и хочется это смотреть, погрузившись уже в события, которые там происходят. Поэтому какие-то короткие видео там или какой-то фильм короткий могу посмотреть. В общем, ничего нового. Кстати, я почитала, спасибо вам за комментарии, кто советует мне какие-то там фильмы, интересные сериалы посмотреть. Ну, сериал «Закрытая школа», «Мосгаз», эти сериалы уже давно вышли, естественно, я их давно просмотрела. Все рейтинговые я просмотрела давно. Ну, а мне сейчас интересует, может быть, что-то появилось новое. Поэтому, если что-то новое появилось, интересное, тогда пишите, подсказывайте мне, и я буду с удовольствием тоже просматривать. А если я что-то найду, прощупаю, я вам тогда тоже подскажу. Так, ну все, девочки, у меня начинается утренняя болталка. Я разговаривалась, разболталась с вами. Ну, может быть, вы тоже за мной соскучились, я лично тоже соскучилась. Вот, так что сейчас я умываюсь, сажусь монтировать видео. Ну, а там дальше посмотрим, что я включу, когда включусь, и что я вам буду снимать дальше. Завтра еще тоже будем влог этот продолжать. Доброе утро, девочки. Открываем окно. Как всегда, у нас уже прямо утренний ритуал. Выглянуть в окно. Мороз и солнце, день чудесный. Да. Ну, мне нравится, когда солнце светит. Вообще, хочу вам сказать, мой градусник показывает минус 3, а по прогнозу я посмотрела, на улице минус 14, а ощущение, как минус 18. Но тихо, вот это радует, то, что нет ветра. Да, что-то я пока вылезла в окно, а зябла немножко, даже вот теплый халат надела, вылазила, ну, и тем не менее мороз ощущается, значит, градусник мой врет. Ну, наверное, он не привык работать на такой минус, знаете, минус 3 мне показывает, на самом деле. Я всегда заглядываю в погоду в Яндексе, смотрю, какая погода у нас вот тут на районе. Ну, так ощущается, что да, минус 14 вполне даже возможно. Ну, вот, знаете, был бы ветер, там ощущалось бы минус 30, наверное, но ветра нету, ощущается морозить, все равно есть. Ну, не знаю, на улицу прямо выходить и хочется, и колется. Знаете, хорошо, когда дома в тепле сидишь. Но у меня единственное, что только хлеб закончился, надо за хлебом сбегать. Остальные продукты у меня в запасе есть, так что будем кушать то, что есть. Я вчера, девочки, хотела смонтировать видео, и у меня вчера почему-то разболелась голова, но я так думаю, что вот эта перемена погоды, она как-то там влияет, ну, может быть, какие-то магнитные там еще были, или что. И, в общем, какая-то вот вялость, усталость, и голова разболелась, и все. Я легла полежать, и, в общем, пролежала, в общем, до самого вечера. Короче говоря, не монтировала вчера ничего, а сегодня мне надо монтировать уже два видео. Короче, и тут дел хватает. Помимо того, что монтировать, там надо мне еще кое-какие заказики уже сделать. И по дому дел хватает, работы достаточно, и в то же время за хлебом надо сходить. И я вот уже думаю, может быть, мне сделать опять доставку. Правда, мне так особо других продуктов и не нужно. Если бы было нужно, то я бы, наверное, сделала бы наверняка уже не задумываясь доставку, несмотря на то, что мои 105 рублей так и не вернулись. А сегодня 14-й день. 14-й день, но по истечении 14 дней, да, надо звонить. Поэтому я не знаю, буду я звонить сегодня или не буду. Ну, как бы, я вас обещала держать в курсе, да, когда вернутся деньги, я вам скажу, но пока они не вернулись. Сейчас решила немножко поболтать с вами, пока у меня там качается видео, компьютер занятый. И я вспомнила, что у меня спрашивали, кто-то из подписчиков, даже не один человек, у меня спрашивали, расскажите, какими вы средствами пользовались в молодости, по уходу за лицом, какие делали маски. Ну, я так поняла, вы имеете в виду маски из продуктов, да. Девочки, я вам хочу сказать, я вот вспоминала, вспоминала, я не припомню, чтобы я какие-то делала маски сама. Я помню, что с молоду, ну, где-то, наверное, уже лет с 18, я уже начала посещать периодически косметолога, я ходила на чистку лица. И также у косметолога я покупала крем дневной, я помню, осветляющий крем, такой отбеливающий. У меня были веснушки, и поэтому мне хотелось, чтобы они как бы были побледнее, не так ярко выражены, мне они не нравились, хотелось гладкое белое лицо, как на обложке журнала. Поэтому я брала, покупала там дневной крем отбеливающий, в общем-то, я им пользовалась, и все. А чистку я делала у косметолога, но как-то позже я помню, что вот такой был рецептик у меня, я вам могу сейчас рассказать, для чистки лица. Он сейчас вот заменяет, сейчас заменяет пилинг. Сейчас пилинг, это вот аналогично тому, что я делала. А тогда брала, ну, на кончике чайной ложки, скажем так, четверть чайной ложки соды пищевой, четверть чайной ложки соль экстра, мелкая. И где-то из тюбика 2 см я выдавливала крем для бритья, мужской. Я покупала специально тюбик такой. И вот специально для чистки лица его использовала. Вот это все я перемешивала, наносила вот такой вот скрабик легкий, как пилинг, мелкий такой вот был, такой, знаете, как пилинг. И все, очищалось лицо, но вот поры там, где они забиваются, в общем, гладенькое лицо становилось. Очень долгое время я пользовалась вот этим скрабом таким, который делала сама, да. Ну, сейчас, во-первых, крем для бритья, вот такой, как раньше в тюбике продавался. Сейчас я не знаю вообще, продают его или нет, потому что я знаю, что мужчины, большинство сейчас пользуются пеной для бритья. А подойдет сюда пена или нет, вот я не знаю. Это я не пробовала. Ну, и пробовать не хочу, потому что сейчас очень большое количество скрабов продается, дешевых. Поэтому зачем вот это вот изгаляться, мучиться там, я не знаю, искать этот крем для бритья, если можно взять обычный скрабик и все, и поскрабироваться. Ну, а маски для лица из продуктов я не делала, ну, как-то я не знаю. Маски тогда, я даже не помню маски делала я или не делала, вот не могу, честно говоря, вспомнить. Ну, единственное, что я просто помню, что свежий огурец, он тоже отбеливающим эффектом, в общем-то, обладает, да. И просто иногда бывало, возьму кусочек свежего огурца, там, потру лицо, там, на какое-то время, в общем, и все. Ну, и все, больше никакими такими масками я не пользовалась. Надеюсь, я на этот вопрос вам ответила, и, в общем, вот так, девочки. Нет, правда, на самом деле, сейчас очень много недорогих средств есть. Вот не обязательно гнаться за дорогими, не значит, что дорогое, это значит лучшее. Я очень долгое время пользовалась, вот, например, скраб чистая линия. И мне этот скраб очень даже нравился, и даже, я помню, как-то в баню пошли с девчатами, и я там поскрабировала все тело, и вообще мое тело кайфовало. Вот так. Ну, все, девочки, мое видео там одно уже скачалось, пошла я работать. Ну, а как закончу работу, тогда вернусь к вам. Девочки, ну, я вышла, наконец-то, на улицу. Ух ты, солнышко, как здорово! Сейчас мусор вынесу, и пойдем за хлебом. Ой, так приятно, когда солнышко светит. Так здорово, прямо классно. Прямо классно. Я кайфую. Снежок скрипит, ветра нет. Вот так вот. Здоровско. Вот прямо на солнышке хочется постоять. Но солнышко яркое. Хочется на каком-то фоне сняться. Но здесь, наверное, не очень это будет неудобно сделать. Ой, классно. Ой, классно, девочки. Сейчас выберу местечко. Оделась тепло. Пар валит изо рта. Надела прям тепленький такой шарфик. А варежки не надела, перчатки, потому что мне надо паузу на телефоне поставить и идти дальше. Девочки, ну, я, как всегда, шла за хлебом и опять набрала корзину полную. Ну, вот, взяла все, что нужно, что захотелось, что понравилось. Ну, дома покажу вам, что взяла. Все, девочки, скупилась. Опять набрала пакет целый. Ну, вот, что поделаешь? Вот я такая. Вышла прогуляться и такое настроение, что-то себе вкусненькое купить, побаловать себя. Я, молодец, по крайней мере, смонтировала видео и теперь у меня такое облегчение, что я совершила, уже сделала свою работу, которая должна была. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Сейчас посмотрим, что у нас в ларьке продают. Может быть, там будут такие вот, которые мне нравятся, мандаринки, потому что в магазине они твердые, импортные. Я такие не люблю. Я люблю наши, отечественные. Ну, что, девочки, у меня опять два пакета. Но они не тяжелые, они легкие. Смотрите. В общем, короче, в итоге, что я вам скажу. На голодный желудок идти в магазин нельзя, потому что начинаете набирать много. Хочется то, то, то. Все хочется, хочется взять. А вот дело в том, что у нас сытый желудок. Я вообще не знаю, что мне нужно, кроме хлеба. А за одним хлебом вроде и выходить неохота. В общем, короче, я иду на голодный желудок и в итоге я выбираю то, что мне хочется. Может быть, я... Ну, не может быть, а точно не все, я сразу съем. Но еще у меня впереди внучка должна завтра, может быть, послезавтра ко мне прийти. В общем, она мне поможет покушать. Пусть будет... Лучше пусть будет запас. Чтоб я уже сидела дома и знала, что мне никуда не надо. Вообще, на самом деле, ходить в маске, вот так вот выйдешь на улицу, да, подышать воздухом нужно. Вот я сейчас остановилась, чтобы хоть немножечко подышать без маски. В магазин заходишь, маску одел. Походила в одном магазине с маской, зашла в другой магазин, в третий магазин, в общем, позаходила в разные магазины и в итоге... В итоге, в общем, взяла того-сего по чуть-чуть. Вот. Ну, чтобы у меня был запас. Я люблю убрать с запасом. Сейчас домой приду, покажу я вам, что взяла. В общем, девочки, что я купила? Я зашла в мясную лавку, взяла говядину. Это антрикот. Ну, здесь небольшая вот есть косточка, ну, здесь килограмм, 380 рублей стоит. В ларьке я взяла виноградки, шмиш по 150 рублей килограмм. И мандаринки, не помню, почем они я взяла, чуть-чуть, но они уже отходят, они уже такие вот. Ну, это наши мандарины, отечественные. Вот. И в мясной лавочке я взяла еще вот такие вот готовые свиноговяжьи чебуреки. Их нужно только обжарить, и все. Домашние. Написано, вроде говорят, хорошие. 149 рублей, 5 штук. Будем пробовать жарить. Ну, и вот, девочки, что я набрала в пятерочке, хочу я вам сказать. Взяла груша конференция. Мне она нравится. Она уже такая мягкая, хорошая, вот можно кушать. Наконец-то мне попался мой любимый шоколад, который тогда не пришел на доставку. Ну, теперь он не по акции. Тогда две штуки стоили, как сейчас одна. Вот с целым миндалем. Очень классные. Прям миндалины, аж торчат. Вкусненькие. Морозка, блинчики с творогом я уже брала. Мне они понравились, но они по три штуки, поэтому я взяла две упаковки. Удобно. Раз, одну упаковочку открыла, и все. Ну, внучка приходит, тоже бывает просто некогда готовить раз-раз, и все. Также взяла два разных сока. Ну, сок я беру детский, девочки. Вот яблоко-вишня, яблоко-груша. Вот эта новенькая сладюшка какая-то мне попалась, и я смотрю, прям там много так крема. Ну, это как Прага торт. Вот такие сейчас стали делать. Вот такая фирма. Я еще не пробовала ее. Ну, попробую, скажу вам. Решила попробовать взять. Взяла российский сыр. Красная цена. Также сливочное масло, красная цена. Я бывает беру 72%, а тут решила взять 82%. Вот, томатную пасту взяла. И, в общем, девочки, еще вот грудиночку. Я, собственно, хотела взять хлеба и грудинку. Больше я ничего не хотела, но взяла еще. Ну, и, в общем, почему я взяла говядину? Вот я взяла охотские колбаски и окорочок копчененький, прикопчененький и говядина. Вот эти три ингредиента мне будут нужны. Вот, кстати, томатную пасту еще прикупила. Это вот супчик, который я готовила, вкусненький, да, из ресторана. Приготовлю еще. Взяла две винские булочки себе, внучка, если придет, батон отрубной. В общем, короче говоря, вот так вот себя решила побаловать. Но не могу себе ни в чем отказать. Что поделаешь? Как вы думаете, девочки, с чего я начала дегустацию? Начала с пирожного. Хотела с чебуреков начать, но их надо немножко разморозить. Я их положила чуть-чуть размораживаться. Пирожное вот уже попробовала вот это. Вы знаете, правда, как настоящий торт Прага с шоколадом. Очень вкусный крем и очень вкусные коржи. Не сухое, все сочное. В общем, могу порекомендовать вам такое. Берите, вкусно очень. А чебуреки, они замороженные. Поэтому я их положила, чтобы они немножко отошли. Потом я их пожарить решила. Хочу покушать, попробовать, что это за чебуреки. Так, ну все, чебуречки, они уже отошли. Я налила масло на сковороду. Я решила их все сейчас пожарить. Я их потом, если что, холодными поем еще. Пусть они уже готовы будут. Так, масло вроде показалось горячее, еще не до конца. Ну, в общем, будем жарить, попробуем. В общем, девочки, запустила я сразу уже и стирку. И, в общем, пожарила я чебуречки. Я люблю их поджаривать так, чтобы румяная корочка была, чтобы она хрустела. Откусила кусочек уже. Хочу вам сказать, начинка вполне даже очень, даже ничего. И тесто там нормальное. В общем, можно брать. Я в другой раз еще возьму такие чебуречки. Удобно, раз-раз. Не хочется с мукой возиться, вообще времени на это даже нет. Вкусно. Я боялась, что мне не понравится начинка. Но начинка хорошая, мясная, все как надо. Там даже кинзу немножко добавили. Вот так вот. Если кого-то интересуют, чебуреки эти я взяла в мясной лавке, тесей, которая находится у нас тут, в нашем доме. В общем, это для тех, кто живет в Александровке. Короче, сейчас сметанки еще добавлю и покушаю все это с удовольствием. Фух, девочки, умаялась. Ой, какой сок вкусный. Открыла сок яблоко-груша с мякоти. Вкусный. Самое главное, что он не кислый. Очень тяжелый день у меня сегодня был. Очень такой трудный. Вот что значит, вчера вечером отдыхала. Вот отдохнула один день, а сегодня скопилась. Я сегодня с утра и целый день кручусь, верчусь уже 8 часов вечера. А мне уже хочется прилечь и отдохнуть, включить телевизор, наконец-то посмотреть. Ну, вроде все сделала. Выпустила вам видео Василек, хоть с запозданием, хоть вечерком, но оно вышло, слава Богу. Читаю комментарии девочки. Мне кто-то пишет, а что у вас с глазиком? Кто-то пишет. И я заметила. Девочки, у меня глазики разные, девочки. Один правый, другой левый. Они у меня разные. А что, у вас симметричные глаза, да, все ровно, все нормально? Мне интересно, у кого еще глаза разные? У меня лицо не идеальное. Сейчас у меня даже вот от дужек остались следы. Сидела за компьютером, сначала видео смонтировала, потом заказ заказала Грандсток, так что скоро будем еще один заказик смотреть. Тоже там много обновочек всяких заказала. Вот. Ну и все, девочки, на этом я видео свое хочу закончить, потому что мне уже надо завтра отдохнуть, завтра с утра встать, смонтировать и все, больше никуда не идти, ничего не делать. Хочется тупо просто полежать, а может быть завтра еще в детский сад придется идти вечером, но просто пора дать себе какой-то отдых. Вот. Сегодня фрукты на ужин буду кушать. В общем, все хорошо, настроение отличное, правда устала. Ну и все, девочки, на этом видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.